Я приветствую всех Миром Господа Иисуса Это богослужение Христианской церкви Маранафа Пятничное богослужение Семейное богослужение Когда мы собираемся Вместе с нашими семьями Чтобы поклоняться имени Господня Я хочу поприветствовать Особым образом гостей наших Братья, сестры Гости Кто присоединился Чтобы вместе в общении с нами Поклониться Господу Богу Для начала богослужения Мы будем взывать О крови Иисуса Потому что этой кровью Мы получаем прощение И имеем доступ к присутствию Господня Церковь встанет на колени Но вы гости наши Будьте как вам удобно Благоговение И пред Господом Господь Мы взываем О силе крови Иисуса Христа Приносим при Тобой Жизни наши И просим прощения И общения С Духом Твоим Святым Это богослужение Семейное Посети семьи наши Дома наши Говори к сердцам нашим Обнови веру Надежду Любовь К работе Твоей Господь Дай нам опыт Чудесный Удаляя Всякое неудобство Даруя здоровье Мир Твой Мы молимся Господь Во имя Господа Иисуса Христа Аминь И мы сейчас Вместе с вами Будем поклоняться Имени Господню Мы споем Псалом Мы приглашаем вас Пойте вместе с нами Слова будут на экране Вы можете петь Или просто Поклоняться Богу Вместе с нами Когда мы ищем Тебя Господь И с верой Просим Прощения Твоего Исповедуя Грехи Наши Впреди И Твоей Кровью Нас Очисти Обнови 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 Веру В сердцах Наших Чтобы нам Быть Более Верными Тебе И мы Возложим Наши Жизни С каждым разом все больше на твой жертвенник. Небеса открываются, и со властью ангелы приносят нам ответы от Господа. Мы прославляем Бога нашего, который жив и царствует среди нас. Небеса открываются, и со властью ангелы приносят нам ответы от Господа. Слава имени Господню, потому что мы уже вошли в присутствие, славное присутствие Бога нашего. У нас есть доступ к силу крови Иисуса, который есть Дух Святой. И этот Дух Святой, который действует, совершает благословения в жизни вашей. И мы хотели спеть следующий псалом, и хотели напомнить, что кто-то может подумать, «Церковь, семьи, мы собрались, а я один здесь». Но псалом говорит, что Бог делает так, что даже одинокий живет в семье. Он одинокого вводит в дом, у нас написано. И когда мы искуплены кровью Иисуса Христа, тогда мы находим мир сердцам нашим. Будьте вместе с нами следующий псалом. Да взойдет молитва моя пред лицем твоим, как фемиам. Да будут воздетые руки мои к тебе, как жертва вечерняя. Услышь меня, Господь. Преклони ухо свое. Голосу мольбы моей, когда буду взывать к тебе. Не позволь мне бродить. Блуждать вне присутствия твоего. Боже, да, мое присутствие будет с тобой, чтобы принести тебе покой. Услышь меня, Господь. Услышь моя, Господь. Слава Господу Иисусу за эту хвалу, за этот псалом, который говорит к сердцам нашим особым образом и удаляет всякий дискомфорт, приносит благословение в семье нашей. Мы споем следующий псалом Господу, следующий гимн вместе с детьми нашими. И мы хотим напомнить с вами, что в наших богослужениях дети всегда активно участвуют. Они поют, они читают Слово, они играют на инструментах своих, они прославляют Бога, они хвалят Его, они участвуют в воскресной библейской школе. Итак, в этот момент я хочу пригласить вас. Соберите детей своих, семью свою. И мы верим, что в этот момент Господь обновит в сердцах родителей, передать, поделиться наследием Господнем со своими детьми. Родился новый день, и воссиял свет любви твоей. И мир воцарился в сердце моем, когда Иисус сделал во мне обитель свою. Субтитры подогнал «Симон» 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 И сейчас мы послушаем пасторское послание. Библия повествует нам о многих посланиях, которые пастора писали своим церквям, как апостол Иуда написал церкви своей, об общем спасении. И он говорит, что у него была это необходимость, чтобы написать, чтобы все сражались за веру. И мы верим, что когда один из наших пасторов посылает послание, тогда Господь обновляет сердца наши, веру, надежду о любви к работе Духа Святого. Да богословит нас Господь этим посланием. Послание Роберто Педро церкви Гавернадор Валардарес. Вас приветствую, возлюбленных братьев и сестер из района Сан-Павла, Гавернадор Валардарес и всех остальных в Бразилии и за рубежом миром Божьим. Мы уверены, что спасение наше, оно ближе к нам, чем когда мы веровали. Мы свидетели, что служим Богу верному, который никогда не оставляет своих. И мы жаждем нашего искупления. И Дух Святой пробуждает нас к подготовке. Мы живем временем определения. Приближается возвращение к Господне. Но каждый должен готовиться. Оно индивидуально. Дух Святой говорит очень нежно к нам, ведет по безопасному пути, приготавливая ее к восхищению. Быть верным и до конца быть верным, это должен быть наш выбор. Ничто не удержит хождение Церкви Иисуса Христа. Ни скорби, ни страдания. Давайте прилагать усилия, чтобы быть верными в малом. Жить в теле, в простоте, участвуя в той части, которую Господь дал нам, по нуждам каждого из нас. Он знает о них. Ценить всегда богослужения, предрассветные молитвы, исполняя откровения Господни для всех церквей. Мы лучше, когда мы ближе к Богу, когда мы молимся больше, когда призываем Его от всего сердца. Нужно много усилий. Мы не можем расслабляться в такие времена. Но всегда смотря наверх на Христа, который начал в нас эту чудную работу, это великое спасение. Он будет совершать его до того великого дня. Иерусалим близко. Маранафа. Твоей гряди, Господи Иисусе. Слава Иисусу за этот опыт чудный в присутствии Господнем. И сейчас мы будем молиться Господу. Мы будем приносить пред Ним все нужды наши. Церковь будет пребывать в молитве в течение пяти минут. И Библия говорит нам, что нам нужно радоваться в надежде, терпение, вскорви иметь и быть в молитве постоянными. В временах это написано. Поэтому семьи сейчас будут молиться, веря, что через молитву Бог даст великую победу в жизнь вашу. Если вы в нужде какой-то находитесь в этот момент, вы через скорбные моменты проходите, через нужды финансовые, может быть, болезнь какая-то, Бог силен, чтобы утешить сердца ваши. И мы обретем в мир в нем покой, спасение в молитве. Поэтому молитесь Господу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Я слышу такой нежный голос, как от многих вод, который исходит от престола Господня. Говоря так с любовью. Церковь, вскоре я вернусь. И я утру всякую слезу твою. Я услышал твою мольбу, и я принял твою хвалу. О, как люблю тебя я, ты любовь моя. Я десной отца моего ходатайствую. Я говорю о всех вас. И хочу услышать, как он скажет. Пришло время церкви взойти. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Братья и сестры. Слава Господу за это богослужение, семейное богослужение. Мы уверены, что Бог благословит вашу жизнь, что Он действует, совершает великое спасение в доме вашем. Господь посещает сердца наши, Он совершает чудеса свои, Он объединяет семьи, Он благословляет всех тех, кто собирается в поклонение имени Его. Поэтому мы сейчас помолимся, прославляя Господа, превознося Его за все, что Он уже совершил на этом богослужении в жизни нашей. Господь и Бог, мы молимся в этот час о каждой семье, кто участвует в этом богослужении, служении и поклонении. Мы уверены, что Господь уже посетил сердца наши. Мы просим, Господь, благослови каждую семью, каждый дом. Даруй благословения родителям, чтобы они передавали наследие духовное детям. Благослови детей, жить в поклонении имени Господню, возрастать в благодати, в познании Господа Иисуса. И мы просим, Господь, запрети всякую трудность, ответь на всякую нужду и дай огромное благословение в твоем присутствии. И мы молимся к тебе, и во имя Твое мы исповедуем, что чудная благодать нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа, у любовь Бога, нашего вечного Отца, и утешение, общение Святого Духа Божьего, да будет со всеми вами возлюбленная Церковь сейчас и по веки. Аминь. Братья и сестры, наше богослужение закончилось, и мы хотели просто предупредить, особенно гостей наших, что на экране будет телефон бесплатной линии. Если у вас есть какие-то нужды молитвенные, какие-то сомнения, вы можете позвонить по этому телефону, и всегда будет пастырь там, чтобы ответить на вашу нужду и помолиться с вами. Это очень важно выделить, что Церковь, она на наших социальных сетях, мы транслируем богослужения каждый день, выкладываем различную информацию, которую вы можете иметь доступ, и весь материал Церкви будет в вашем распоряжении, чтобы все вы могли иметь доступ. Мы приветствуем всех вас, миром Божьим! Субтитры создавал DimaTorzok